Девушки отдыхают И это страна Индонезия Я нахожусь в ее столице В городе Джакарти Кстати говоря, в этом городе проживает свыше 30 миллионов жителей Это с конгломерацией А по всей стране население здесь свыше 270 миллионов Это огромная страна Она простирается, можно сказать, от индийского до тихого океана И простирается она за счет своих больших и малых островов Ну, из курса географии вы, наверное, знаете, что самые крупные острова Индонезии Это Папуа, Калимантан, Сулавеси, Ява, Суматра Что составляет такую довольно-таки солидную часть этой страны Ну и, конечно же, я здесь в своей 60-й стране не просто так Здесь есть армянские следы, да еще какие Они достаточно глубокие и связаны с армянским мореплаванием Хотя и не только Подробности, конечно, я вам расскажу Здесь и ученые армяне были и есть Здесь и армянские купцы много лет пребывали Но это только Джакарта Мы с вами немножко прогуляемся по Джакарте Я расскажу вкратце об истории армянской общины в этой стране А потом мы отправимся в следующий город Чуть позже я скажу, в какой В Индонезии проживают самые разные конфессии Хотя и принято считать, что Индонезия – исламская страна Да, 90% – это так 90% тут проживают мусульмане Однако не только мусульмане В 10% входят и буддисты, и индуисты, и христиане, и язычники Кого тут только нет И вот этот барабан, этот гигантский барабан В принципе символизирует конфессии этой страны Он олицетворяет и ислам в этой стране И индуизм, и буддизм Например, чтобы созвать на общую молитву Значит, разные конфессии То идут вот в этот барабан И собираются мусульмане молиться Аллаху Значит, индуисты молятся своим богам Ну и, соответственно, буддисты Вот такая интернациональная страна Индонезия А этот барабан символизирует конфессии этого огромного государства Юго-Восточной Азии Еще одной ремарочкой я бы хотел дополнить О дружбе этих религиозных конфессий в одной стране Это то, что я нахожусь между мечетью и стекляем Кстати говоря, крупнейшей мечетью Юго-Восточной Азии И вот этой вот христианской церковью католической То есть все это рядом На фоне пения Моэдзина Видняются вот эти вот кресты А здесь недалеко, кстати, еще и буддистская пагода Впервые армяне отправились на Яву в конце 18 века Они основали несколько известных коммерческих домов Занимающихся торговлей зарубежными рынками Якуб или Акоб Аратун, представлявший в Индии фирму шамирцев Воздвиг здесь церковь и назвал ее церковью Святой Репсиме Позднее ее переименовали, эту церковь, в Святого Воскресения То есть Сурб-Арутюн, получается, в честь него, этого самого Аратуна Так вот, эта деревянная церковь была повреждена пожаром в свое время В начале 1844 года И его, значит, партнер по торговле Джейкоб Аратун, тоже Аратун Ну, быстро устранил какие-то там повреждения Но вскоре умер после этого Его вдова Мария, или Мариям, заменила эту деревянную церковь После смерти своего мужа, значит, церковью из камня И строительство этой церкви из камня было завершено в 1854 году И была эта церковь уже переименована Святого Иоанна То есть Сурб-Аванес Эта самая Мария, или Мариям Аратун, вдова Вместе со своей сестрой Тауи Финансово помогали и поддерживали эту церковь Обе сестры унаследовали все богатство своих мужей, братьев Например, одного из брата, холостяка Геворга Манука Который посвятил часть этого наследства Строительство этой самой каменной церкви То есть он тоже принимал участие В 1961 году церковь армянская была здесь, к сожалению, снесена Ну, далее в Джакарте уже хоть и была армянская община Но не стали строить армянскую церковь Потому что община тут, как таковая, уже абсолютно небольшая Их тогда было 20 человек Сейчас их чуть меньше или около 20 И то за счет тех, кто приехал сюда позже, получается И последний раз церковную службу здесь отслужил армаис Мирзаян, приехавший из Сиднея Это было вот как раз-таки в середине 20 века И на нем все Как бы здесь армянские мессы, конкретно в Джакарте, уже не звучали Итак, многие армянские купцы из Амстердама отправились в Юго-Восточную Азию в 19 веке Для торговли, создания фабрик и плантаций Армянские купцы поселились в некоторых частях Явы Затем части Голландской Ост-Индии Как и армяне, двигавшиеся на восток из Персидской империи Основав общину армян на Яве То бишь здесь, в Индонезии В 1808 году с ростом сообщества Джордж Манук, или как его еще называют Геворг Манук Вместе с другими, получив от правительства Нидерландов 25 тысяч гульденов Основал школы и церковь В 1852 году в Ботавии помог открыть детские дома и школы для армянских детей Община также построила небольшую часовню в Ботавии и основала школу в 1855 году А в 1865 году в коммерческих аймонахах появились такие имена, как Галстян, Лазар, Джозеф Амир, Манук, Арагел Наварян и Степан Аратюн В сахарной промышленности Манук Геворг владел фабрикой Млонго, а Андреас фабрикой Транкил В 1880 году армянская община была официально признана правительством Нидерландов как объединенное общество За короткое время армяне распространились и на Сингапур, где они были вовлечены в торговлю опиумом, находившуюся под контролем Великобритании А некоторые армянские миссионеры отправились на Филиппины Кстати, о моих съемках в Сингапуре и Малайзии вы можете посмотреть в одноименном фильме «Армянские следы Сингапура и Малайзии» Однако большая часть первоначальной армянской общины покинула Индонезию после обретения независимости По оценкам, там все еще проживает менее 100 человек, в том числе на Яве Об этом говорилось в цифрах 1935 года Ну вот теперь я нахожусь в одном из крупнейших в мире зоопарков Рангунан Я все думал, дай бог памяти, чтобы не забыть, как он называется Значит, это самый крупный зоопарк на азиатском континенте и один из крупнейших в мире Но и старейших, я бы сказал, потому что он был основан в конце 19 века И все было не так просто Сначала здесь местные ботаники и зоологи собирали определенные виды животных Сделали такой, собрали небольшой зоопарк Значит, это было при Ост-Индской голландской компании Позже, когда европейцы покинули страну Здесь стали собирать еще больше видов разных животных, уже исчезающих И зоопарк он рос, рос, рос и разросся до территории 140 гектаров Я напомню, эта цифра в три раза больше такого государства, как Ватикан Зоопарк действительно огромный Я бы даже и не назвал это зоопарком Здесь скорее такой, знаете, гигантский парк Где гуляют люди со своими детьми И в определенных участках живут, значит, приматы, слоны, жирафы, тигры, львы В общем, все, что движется и не движется на территории современной Индонезии И, кстати говоря, здесь собрано, насколько я знаю, свыше 3000 живых существ Это, конечно, вместе взяток, вместе с птицами, млекопитающими и прочими растениями, кстати говоря, тоже Даже есть эндемики То есть животные на потопе варанов, там кто-то ползучит Которые проживают именно на территории вот этого вот зоопарка И нигде больше Как-то так получилось Но что мы тут делаем Вы же, сами понимаете, не ради зоопарка Я вам еще скажу Пойдем дальше Как вы догадались, здесь есть армянский след И не просто след, но и целое следище Дело в том, что первым директором этого зоопарка Это после того, как постинская голландская компания уехала отсюда И из этого парка сделали зоопарк И первым директором его был армянский ученый, индонезийский армянский ученый Зоолог и ботаник Бенджамин Галстян Он собрал здесь редкие виды животных На то время исчезающих животных Потому что, как вы знаете, европейцы увозили отсюда и слоновую кость Истребляли многие виды животных, многие виды птиц Более таких ярких, красочных И Бенджамин Галстян собрал исчезающие виды в этом парке Ну и сейчас, что естественно Здесь установлен бюст первому директору этого зоопарка Бенджамину Галстяну Вот можете посмотреть на этот бюст Он же, значит, обладатель премии фонда местных зоологов и ботаников Ученых ботаников и зоологов Долгое время Бенджамин Галстян руководил этим зоопарком И продолжал всю свою жизнь собирать редкие виды также и растений Которые произрастают Исчезающих растений, которые произрастают на Суматрии, в Сулавеси, в Калимонтании На том же Бали, куда вы обычно ездите отдыхать И привез все это на остров Яу, где мы сейчас и находимся Масштабы этого зоопарка действительно нереальны А здесь все как в каком-то отдельно взятом городе Есть свои улицы, проспекты, площади, скверы Много людей Мини-автобусы здесь, кстати Ходят, разводят людей с ограниченными возможностями Все очень чинно, все очень красиво И самое интересное Здесь улицы имеют свои названия Вот, например, улица, где я стою Как раз названа в честь нашего, того самого героя Бенджамина Галстяна Памятника которого мы вот только что побывали Музыка Музыка Вот добрался я до посольства Республики Армении в Индонезии Здесь даже есть армянское посольство в этой стране Я думаю, это правильно Потому что, ну, во всяком случае, в Юго-Восточной Азии, где я уже бывал В Сингапуре, Малайзии, где, ну, просто очень много армянских следов в этих странах А вот посольства армянского нет Поэтому посольство в Индонезии, можно сказать, заменяет все эти страны своим присутствием дипломатическим Попробую войти туда и поговорить с послом В чем была необходимость открытия армянского посольства в такой далекой стране, Индонезии Не знаю, несколько тысяч километров от такой маленькой страны Армении до такой огромной страны, как Индонезия Да, это не то, что не то, что маленькая страна с собой, но при этом маха, не забывая, но мы не собираемся В ocasем она живет свой в конце 20-го года, но мы все��т, что мы решили здесь не забывая, что это какая-то Музыка ... Малайзия, Сингапуру, Зорум Сингапуру, Райстанин, КАФЕЗ ВЕРШИН, ШОРЧАРНОМ БАЛАКАНИЙ АКТИВЕ, ТЕРА РАМАГУРТСАВУТСЯНУ, МИН КАНИБОРОВТЕРУМ, БАЛАКАНИЙ АКТИВ, БАЛАКУРТСАВУТСЯНУ КАЛ, БАЯНЦ, ЭТО НАВЕВ, НОШМАЛУГУМЕ, МЕДЦ, ПОТЕНЦИАЛ, ИНДОНЕЗИАЛИК, РАМАГУРТСАВУТСЯНУ, АПЛЯНЦ, ПОТЕНЦИАЛИК, РАЗМИЯК, БАЛЦ, РАЕКЛАКУРТСАВУТСЯНУ, НОШМАЛУЗТСЯНУ, БАЛЛУУ, БАЛЛАКУРТСАВУТСЯНУ, БАЛЛАКУРТСАВУТСЯНУ, ТЕРА НАВЕВ, ВЕСЦА, ПОТЕНЦИАЛИК, нынешних отношений на будущее между Индонезией и Арменией. Насколько я знаю, долгое время не было никаких связей, допустим, мы знаем об исторических корнях армян в Сингапуре, Малайзии, в Индонезии они тоже когда-то были, но на долгое время они прервались. Что нас ожидает после того, как здесь появилось посольство Армении? Я еще раз, которое было на Сингапуре, армейской ремии, atrás Яева, в окреке в Синдонезии, в то время был в nen��画ке 20-ти месяцев и приехал в межар. В межаре, в 머� Gleichе, мы видим ее И я уже в Казахстане и вху-сторон, завтра мы показывали, что это было в России. и сомневаться с моторами, шуток, и сомневаться с моторами, которые не могут переживать у меня, но все равно не могут, потому что это не только Мы нашли на «Голол» сфотографиций, Ложиев, Москва II, в ТВ, сфотографическом случае, мы получили результаты, и в ТВ, и в ТВ, и в ТВ, в ТВ, и в ТВ, и в ТВ, мы получили «Голол» и заработали, и в ТВ. Я думаю, что мы очень знаем, что мы очень любим, что мы любим. Мы очень любим и киналом. Мы любим, что мы любим, что мы любим, что мы любим. Еще такой вопрос. Вы относительно недавно в Индонезии находитесь. Как вас встретила местная армянская община? Здесь есть афрегионные армяне, которые сейчас здесь живут. И насколько я знаю, они в основном все эмигранты. Мне кажется, что и не было, если мы сняли, что мы не знаем, что мы сняли, что это происходит. ... и в отношениях, где мы работали, с которыми мы работали, например, мы работали. У нас сосудили, но что мы родители, мы родители в мишечном, ... их у fields, я не знаю, вы можете не хотев бы обратить в сторону, но я не знал, что я рисую, она вообще не хотела, у него была хорошая миссия, но ты испытываешь, это не так, что это зависит. Я хочу сказать, что я тогда, когда мне были связаны, я доверяю, я не знаю, я думаю, что я не хочу, я не хочу. Я хочу сказать, что я делаю, что я делаю. Я не знаю, это было. И я думаю, что я ему делаю в этом году, когда я делаю на Казахстана, я делаю в этом районе, чтобы был живой в хорошем образовании, потому что мы пугали и исправились, 数-мужчины, но мы не искали, но мы хотим общаться с прочим Jang Играет музыка. В «Санжево» мой старик атмосфер, это, что кто-то делал, он неоткрыт и он неоткрыт. И в «Канадеор» вырос, как санженые среди соревнованиями, Но я так делал нам, который я не знаю, чтобы, как и мы с вами с вами и субтитры, как и субтитры. Я не знаю, что мы субтитров, как и субтитры, Я пришел в Индонезию, на факулитет в Исидос страны Азии Африки. И я хотел тогда учить японский язык, но по течению судьбы получилось так, что я попал на индонезийский язык. И в 2007 году я приехал сюда впервые учиться на один год. Увидел страну, стало интересно, потом вернулся, окончил бакалавра, магистра. И с 2012 года я постоянно уже нахожусь в Джакарте. Ну говорите на местном языке, да, уже получается? Учили он сложный язык? Не очень тяжелый язык. Я его учил и в Ингу. То есть это мой, скажем так, основной язык восточный. Я его учил в Ингу и здесь, соответственно, уже в течении 10 лет, более чем 10 лет, естественно, язык уже на свободном уровне. А вот когда вы только сюда приехали, знали о том, что здесь такая достаточно богатая культура раньше была армянская, богатое наследие армянское? Честно говоря... Со времен инской, голландской компании. Честно говоря, когда распределяли на языки и был индонезийский язык, я особо понятия не имел, что это, где. Где я примерно знал, о чем мы говорим, это был такой немножко ход в мешке. Но так как был выбор из более непонятных стран языков, это было и самое понятное для меня. Ввиду этого я выбрал индонезийский язык, а были здесь армяне или не были. Честно говоря, о армянском следе я здесь узнал, когда я начал ездить в Сингапур, в Сингапурской церкви. И там уже у себя открыл, что есть армянская улица, Armenian Street, армянская церковь. Потом я начал немножко интересоваться рыть разные документы, которые мог найти. И получалось, что здесь след армянский был. Потом оказалось, что в Сурабае есть церковь армянская. Она стоит, но она, естественно, уже католиками, возможно, протестантами. Но там еще есть отель в Аджапахид. Отель, построенный братьями Саркис. Те же самые братья, которые построили отель в Сингапуре, в Мьянме, в Бянбуре. Много где, да. Это были основные армянские торговцы, которые контролировали армянскую торговлю, скажем, регион. Оттуда я уже начал изучать и понимать, что здесь армянский след есть. Ездил в Сингапу, потом в Сурабае ездил, смотрел, в церковь ездил, смотрел. Я туда зашел. Она говорит, кто ты такой? Я говорю, да я вот армянин. А, на вашем что-то написано. Я говорю, а можно зайти посмотреть? Пожалуйста. Ну, пошел, посидел, смотрел. Следят хорошо. Ну, нам еще предстоит, мы еще поедем, увидим. В достойном виде все. Ну, там службы идут, там все. А, скажи, вот с 2007 года же здесь, да? В 2007 я впервые приехал, потом уезжал-приезжал, и с 2012 по 101. А удалось застать кого-нибудь из местных армян? Я знаком с индонезийкой, у которой дедушка армянин, то есть он здесь был. Ну, она вот как будто меняла армянскую кровь. Она, кажется, гордо это говорила, когда были у нас разные мероприятия в посольстве. Она всегда приезжала с удовольствием, делилась своей армянской историей. Там как-то так получилось. Ну что, кажется, настало время поехать в Сурабаю. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В общем, пока добрался сюда, дождь был, пришлось почти около часа ждать. Но я вам хочу показать один из номеров этого отеля, куда я поселился. А я бы поселился куда-нибудь подешевле, потому что это один из дорогих отелей в Сурабае. Но дело в том, что если бы я поселился в другом отеле, вряд ли бы меня отпустили сюда снимать. Поэтому пришлось брать самый дешевый номер в этом отеле. Но он тоже, конечно, побил по карману, ну что сделать. Пойдемте я вам покажу мой номер, как он выглядит. Опять же, я говорю, самый дешевый номер. А вы можете представить себе, как выглядит дорогой отель. Значит, вот такой вот интересный номер. Посмотрите, здесь все тут стариной отдает. Если вы помните, я вам на Пенанге, на острове Пенанг в Малайзии показывал тоже отель братьев Саркис с конца 19 века. Чем-то даже похож на этот номер, но там чуть-чуть было получше, потому что там рядом море. Здесь море не рядом. Но, тем не менее. Вот, посмотрите, такая вот кровать king size. Что тут у нас есть? Телевизор, сервант непочной с чайником, водичкой, кофе. Рабочий стол здесь имеется. Ну, такая мини-гостиная, диванчик, кресло, журнальный столик. Давайте вот здесь еще я покажу, что у нас. Так, как это тут открывается оно? Сейчас, вот он так. Ну, здесь такой балкончик. Вот, посмотрите. Это все тоже территория отеля. Это все территория отеля. Ну, чуть позже я вам это все покажу. Ну, а здесь вот получается такая вот мини-курилочка. Вот она. Тоже такой столик у журнальной экспертницы для тех, кто курит. И стульчик. А, ну, осталось что еще вам показать? Вам при помощи, наверное, да? Давайте я вам покажу еще ванную комнату. Это самый дешевый номер, повторюсь. Вот она. Ванная комнатка вот такая вот. По-моему, очень даже приличная. Очень даже приличная. Вот. Здесь вот у нас получается, что туалет. Такой вот туалет очень интересный. Душевая кабинка. Вот. Вот. И я думаю... Ну, сами все увидели. Ну, конечно, тут всякие принадлежности для ванной комнаты. И все такое. В общем, братья Саркис, как всегда, не посранили. Они в свое время строили по всей Юго-Восточной Азии отели. Я напомню, что они были монополистами в этой части света. Отельными магнатами. И это уже, получается, четвертый отель, братья Саркис, где я заселяюсь. Как я говорил, один был на Пинанге в Малайзии. Второй Рафлс. Это тот, что в Сингапуре очень известный в мире отель. Здесь вот вам, пожалуйста. В Янгоне в Мьянме тоже. Там я не селился, но я вам его показал. Вот. Еще в Индии, по-моему, в Дарджелинге. Но это где-то в горах. Я туда еще не доехал. Да мне туда и не надо. Чая я напился и без Дарджелинга. А Дарджелинг, вы знаете, известен чаем. Ну, вот как бы так. Ну, что ж. Я теперь буду отдыхать с дороги. Вот весь промок. А завтра я начну более детально подробно рассказывать об армянском присутствии Сурабай. Ну, вот проснулся с самого утра и, как обещал, вышел сюда, на центральную улицу Тунджунган, чтобы рассказать вам немного об очередном отеле братьев Саркиз. Вот он у меня за спиной, этот красавец, старейший отель в городе Сурабае в Индонезии. Был он основан в 1910 году, но открыт в 1911 году. Хотя один из братьев, Гукас Саркиз, или как его на европейский лад называли, Лукас Саркиз, выкупил несколько акров земли здесь, довольно-таки солидной территории, в 1900 году. То есть, получается, в сравнении с теми отелями, которые они построили на Пинанге в Малайзии, в Мьянме в Янгоне, в Сингапуре, этот отель получается моложе. Но самое интересное другое. У меня возникли такие некоторые совпадения. Во-первых, Лукас Саркиз, армянин, как и я. Во-вторых, основал он этот отель вместе со своим сыном Евгением. А я сюда приехал со своим оператором Евгением. И открылся этот отель в 1911 году, 1 июня, в день моего рождения. Правда, родился я не в 11 году, но 1 июня. Итак, чтобы не быть голословным по факту, я бы хотел небольшую историю вам поведать об этом отеле. То есть, здесь в отеле выдают вот такие вот брошюрки с историей этого отеля. И вкратце написано, что и когда было. Я вам скажу, отель этот достаточно такой многострадальный. Вот, например, в 1923 и 1926 году этот отель был более еще расширен. Но в 1930 году здесь стали появляться уже первые гости, среди которых были, вот я смотрю, принцесса Австрид из Бельгии. Далее, крон принц Леопольд III. Также здесь побывал Чарли Чаплин. Примечательно, что Чарли Чаплин бывал практически во всех отелях братьев Саркиз. И тут наводит на мысль, либо он дружил с этой семьей, либо же он был еще тем путешественником. Далее, в этих годах, буквально в 20-х годах, 19-е, начало 20-е годы, здесь был повешен флаг Первой Армянской Республики. И далее уже в 1942 году, когда в город вошли японские оккупационные войска, флаги были здесь в Индонезии. Ну, Индонезия тогда еще была, скажем так, не совсем независимой. Поэтому здесь помимо армянского флага висел еще флаг этого отеля. Но японцы сняли этот флаг и водрузили свой японский флаг. И назвали отель Ямото, если я правильно назвал. Да, Ямото. Далее, в 1945 году голландцы освободили Сурабаю от японцев и водрузили здесь свой флаг голландский. Назвали отель Мердека. В 1946 году, когда Лукас Мартин Саркиз снова вернулся в Сурабаю и снова завладел своим детищем, он снова переименовал свой отель и назвал его LMS. То есть Лукас Мартин Саркиз. И так было до 1969 года, пока к власти в Индонезии, уже независимой Индонезии, пришли националисты индонезийские. Тогда они завладели этим отелем, водрузили свой уже индонезийский флаг и назвали отель Маджапагит в честь средневекового королевства на острове Ява. Вот такая вот история. Нынче этот отель принадлежит, кому бы вы думали? Правильно, китайцам. Потому что практически вся Юго-Восточная Азия и приграничные с Китаем территории так или иначе принадлежат китайцам. А теперь давайте войдем вовнутрь и посмотрим, что там внутри. Здесь имеются и фотографии старые, и исторические. Я сейчас попробую вам показать. Кстати, это фото тоже историческое. Отель Orange Сурабая времен Лукаса Саркиса. Фото сделано известным в то время индонезийским фотографом Кургджаном. У этого Кургджана, кстати говоря, была своя фотомастерская в начале 20 века в Сурабае и в Джакарте, насколько я помню. Но в Джакарте у него была более большая такая фотомастерская. Даже осталась фотография этой фотомастерской. Она находится в открытом доступе. И сейчас она тоже перед вами. Вот сам портрет всей семьи. Основатели братьев Саркис, Тигран, Овет, Мартироз, Аршак. Здесь, значит, сам Лукас Саркис со своей супругой Шарлоттой Хеллигер. Здесь вы видите, значит, голландцы выбирают, значит, японский флаг и подружают свой флаг. Это 19 сентября 1945 года. Вот так выглядела раньше территория, рядом находящаяся с этим отелем. Ну, здесь вход в ресторан. Видите, вот морепродукты, ресторан морепродуктов. Название так и осталось. Братьев Саркис. А вот интересные тоже фотографии такого периода. Улица Тунджинган, о котором я говорил вам сейчас. Также вот подружают флаги, снимают японский, вывешивают голландский флаг. Вот такая вот любопытная история. Значит, вот тоже старые контуры этой улицы. Ну, это вход в ресторан. Саркис морепродуктов. Кстати говоря, очень вкусный ресторан. Здесь сад, на той стороне сад. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Десятый год, 1 июня. Евгений Лукас Саркис. Основатель. А вот здесь тоже такой исторический интерьерчик. Смотрите, как верит таким викторианским стилем. Тоже много разных фотографий. Какие-то афиши. Вот, кстати, очень интересно. Здесь значит, что я вижу, в этом отеле останавливался в 1932 году Чарли Чаплин. Тогда отель братьев Саркис назывался Orange. Ну, наверное, вы его без шляпы не узнаете, Чарли Чаплина. Но вот среди этой толпы он есть. Здесь же находится и, значит, Гукас Саркис. Вот и добрался я до бывшей армянской церкви, построенной армянами в 1927 году здесь, на острове Ява, в городе Сурапая, Индонезия. Ну, сейчас эта церковь, конечно же, уже не принадлежит армянам. Армян уже здесь давно нет, как вы поняли. Церковь принадлежит китайцам. Здесь молятся китайские христиане, которые проживают в Сурапае. Они приобрели этот храм за свои кровные средства, поэтому никаких претензий к ним нет. Более того, посмотрите, в каком состоянии они этот храм содержат. Ну, так иногда случается, когда хозяева уходят или продают свой дом, и в нем поселяются новые хозяева. И благодаря им, китайцам, этот храм до сих пор существует. Но так как китайцы народ древний, они берегут и чужое древнее наследие. Поэтому мы зайдем вовнутрь, и я вам кое-что покажу. Ну, вот как я и говорил, в этом храме теперь молятся китайцы. На смену армянам пришли китайцы. Как, кстати говоря, и на Пенанке. Бывший Арменин Стрит стал Чайни Таун. Так и, в принципе, здесь. Церковь, так и висет этот дух армянский. Сейчас я вам покажу здесь некоторые вещи. Вот тут девушки-китаянки не побоятся, бегают. Вот посмотрите, остались надписи на армянском языке. Кстати говоря, на витражах я вижу крест, сердце, якорь. Ну, с якорями понятно. Я еще со времен Бангладеш вам говорил, что многие купеческие армянские семьи выходили в море. Занимались мировой торговлей. И поэтому, находясь на суше, конечно, якорь, сердце, крест, это было что-то вечное такое. Здесь еще кое-что остальное. Останется кое-какие надписи на армянском языке. Вот сейчас выйдем и я вам покажу. Вот, пожалуйста, тоже надписи на армянском языке сохранились. Три вот эти вот таблички тоже от 1927 года. Вот здесь при храме также начальная школа, построенная армянами. Когда-то, ну, вы знаете, что у армян всегда рядом с храмами были школы. Когда-то здесь обучались армянские детишки. Сейчас здесь учатся китайские детишки. Здесь рядом с церковью находились жилые помещения для священника и его семьи. Был Эдгар Холл со сценой для постановки спектаклей, концертов, певцов, приезжающих иногда из-за границы. В школе Манук-Аратун было три класса, где два раза в неделю по понедельникам и четвергам с четырех до шести часов дня преподавались история армянской религии. Там же проходила воскресная школа. Не знаю, что сейчас изучают китайские ученики в этой школе, но армянские ученики изучали религию как основной предмет. К сожалению, Вторая мировая война и битва при Сурабае во время японской оккупации многие армяне были заключены в тюрьмы, затравлены и убиты. Некоторые были арестованы Кемпейтай, подвергнуты пыткам и позже освобождены. Британцы с Гуркхами обстреляли Сурабаю, вызвав восстание индонезийцев. В пригороде Кранган было убито много людей, а их тела не найдены. Среди них было пятеро армян, обезглавленных бамбуковыми копьями. Многие армяне были доставлены на корабле в Сингапур и размещены в лагерях. Через шесть месяцев их отправили обратно на родину, в Индонезию. Но многие предпочли переехать. Многие из них уехали в Нидерланды, а оттуда перебрались в США. Семьи тех армян, которые остались, укрылись в церковном зале и школьных помещениях, потому что это было безопасно. Они получили помощь и поддержку от тогдашнего преподобного Хорена Киракосяна. В Сурабае также находился спортивный армянский клуб. Он был основан Акапианом в 1923 году. При посредничестве близкого его друга, доктора Дайкермана, лорд-мэра Сурабае смог обеспечить безопасность обширных спортивных площадок Каран Менджангане и организовал поле «Девять лунок». Гольф-клуб – один из ведущих гольф-клубов на Яве. Помимо армян в нем были видны и голландские, и датские, и британские, и японские члены клуба. Губернатор колонии был ее покровителем, а лорд-мэр Сурабае – почетным президентом. Армянский клуб был очень успешным и процветал на всем острове. В этом клубе проводились другие мероприятия. Например, игра в гольф, баскетбол, теннис, хоккей, футбол, бридж и даже нарды. Но как же без них? Господин Акопян также организовал театральное общество Сурабая и филиал армянского благотворительного общества. Помог в возведении армянской церкви святого Георга в Сурабае. Получил сан дьякона от досточтимого архиепископа Мисроба Магистроса, который был с пастерским визитом на Яве. Это позволяло ему проповедовать и проводить церковные службы. Что касается Джорджа Манука, о котором я упоминал, это был армянский купец из Явы, одним из самых богатых людей в Голландской Ост-Индии, то есть в Индонезии. Сурабая Сурабая в переводе с индонезийского бахаса означает акула и крокодил. Поэтому они являются символом этого города и встречаются их изображения по всему городу всюду. Вот даже и. Ну что ж, наш трип по Индонезии по армянским местам подошел к концу. Конечно, есть еще армянские места, куда можно было съездить. Ну, например, скажем, в небольшой населенный пункт Армения, который находится на Суматре, недалеко от города Медан. На севере Суматры, то есть это очень далеко отсюда. Или, например, где вы чаще всего бываете, остров Бали, где есть вилла Армения. Ну, о них, к сожалению, не придется рассказывать, потому что я не там и не там. И свой финиш записываю здесь, в Сурабае. Надеюсь, встретиться с вами в следующей стране, а какой, посмотрим, увидим. До новых встреч по армянским следам. Ваш Вадим Арутюнов. И подписывайтесь на канал Антитопор, если хотите больше знать об истории Армении, об истории мирового армянства. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok